В Дмитровском лицее номер 4 прошел региональный семинар по теме «Дистанционное обучение детей-инвалидов». Кроме педагогов из Дмитрова, на семинаре присутствовали педагоги из Клина, Электростали и других городов Севера Подмосковья. Данное учебное заведение было выбрано не случайно. Дмитровский лицей является региональной стажировочной площадкой. Сегодня в проект «Дистанционное обучение детей-инвалидов» вовлечены 30 учителей лицея. Каждый имеет соответствующую квалификацию по психологическому сопровождению детей с ОВЗ и инвалидностью. Количество детей сейчас на дистанционном обучении 8 человек. Это классы совершенно разные. Начальная школа и основная школа. Ребята работают через компьютеры, но также во внеурочную деятельность, в какую-то проектную деятельность. Они могут приходить, естественно, к нам в лицей, работать с педагогами, чтобы кооперация детей, которые находятся все-таки на дистанционном обучении, в социум не терялась. Основная задача семинара – это обмен опытом. Учителя Дмитровского лицея поделились с гостями своим опытом работы по теме формирования функциональной грамотности через активные приемы работы с детьми ОВЗ и инвалидностью в дополнительном образовании. У нас в Дмитровском округе 27 школ. Две из них – это школы-интернаты, которые вообще специализируются на работе с такими детьми с особыми потребностями в здоровье и в развитии, и в образовании. Но мне радостно сказать, что все остальные 25 школ также имеют опыт работы с нашими инклюзивными детьми. Это для нас очень важно. Вообще у нас в округе 479 таких детей. Инклюзия в школе позволила родителям посмотреть на эту проблему открытыми глазами и не бояться приводить таких детей в общеобразовательную школу. Наши ученики могут заканчивать прекрасно 11 класс, поступать в ВУЗ. И для нас это достижение. Хочу еще отметить, что в этом году «Матрик» открыли в детских садах 8 специализированных групп для таких детей. Для нас это тоже прорыв, поскольку мы понимаем, что родители верят в нашу систему образования и верят в нашу профессиональную помощь и сопровождение таких детей. У нас всего детей-инвалидов в лицее 29. Из них 8 находятся на дистанционном обучении, 2 ребенка на индивидуальном обучении, остальные дети у нас входят в класс. Просто это частичная инклюзия называется. Сегодня в образовательных учреждениях Дмитровского округа созданы все условия для комфортного пребывания детей-инвалидов в стенах школы. А те, кто находятся на дистанционном обучении, обеспечиваются всем необходимым дома. Участие образовательных организаций в различных федеральных проектах. Школам удается нарастить материально-техническую базу, приобретать оборудование. В первую очередь, если мы говорим о дистанционном образовании, ноутбуки. Далее поставляется оборудование для реализации проектной исследовательской деятельности. Это микроскопы, роботы различные в рамках субсидии. То есть это на период обучения, во временное пользование предоставляется в места проживания детей. И подобные комплекты поставляются в школу. Учителя Дмитровского лицея рассказали участникам семинара о своей работе по формированию у детей с ОВЗ и инвалидностью читательской грамотности, финансовой, а также поделились опытом по вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность.